У нас здесь примерно выявлено 40 камазов снега. Вроде и снега выпало этой зимой немного, а незаконные свалки все равно появляются как грибы. Только в Казани экологи нашли 7 таких мест. Одно из них на Минской. Свалка снега здесь организована на частной территории. Заехать на эту территорию, как выяснилось, могли далеко не все автомобили. Почему, спросите вы, ответ кроется вот в этой вот цепи и вот в этом вот замке, который установил, видимо, собственник территории, руководствуясь правилом «Я хозяин, что хочу, то и творю». Проследили за КАМАЗом, выявили данные нарушения, задержали камазисты, вызвали сотрудников полиции, в том числе нашу лабораторию. Отобраны пробы снега. Собственники, как они вообще отреагировали? Говорят, что это их не земля, что они якобы что хотят, то им уже тут. Вместе со снегом частники могли завести сюда нефтяные отходы или химикаты. Опасаются природозащитники. Виновников экологи пока не называют. Идет следствие. Здесь же висит объявление «Премием снег». Абонент временно недоступен. Можно предположить, экологи свернули чей-то снежный бизнес. Сейчас в Казани 8 официальных пунктов временного складирования снега и 8 снегоплавильных камер. Мы находимся на очередной точке незаконной свалки снега. Еще буквально пару дней назад это место выглядело вот так. Эти фотографии сделали сами экологи. Сегодня, как видите, это место выглядит уже вот так. И здесь даже стоит техника, которая, судя по всему, и разгребала снег. Но природозащитников такой выход из ситуации абсолютно не устраивает. Как оказалось, у этой частной территории с незаконной свалкой и предыдущий один и тот же владелец. Они его растолкали просто, получается. Но стек так оставлять нельзя. Его надо ликвидировать. Ликвидировать свалку так или иначе придется. В зависимости от ущерба виновные будут либо оштрафованы на четверть миллиона рублей, либо привлечены к уголовной ответственности. Сергей Хайдаров, Александр Лобанов, ТНВ «Казань». Подписывайтесь.